Добрый день, друзья! С вами Сергей Строконь, политический обозреватель с комментарием на портале Москва-Баку. Прошедшая неделя стала настоящим информационным бенефисом Армении, один за другим создававший поводы говорить о себе. Причем какие поводы? Один громче другого. Самым масштабным, имеющим, так сказать, глобальное измерение, стало участие премьер-министра Пашиняна в так называемом саммите за демократию, любимом детище президента США Джо Байдена. Это был уже второй в истории такой форум. Первый прошел в декабре 2021 года. Главная идея Байдена изначально состояла в том, чтобы возродить глобальный либеральный проект Америки. Зажечь такой воображаемый мировой факел демократии, погашенный за ненадобностью предыдущим президентом Трампом, которого такие проекты не интересовали. Но на самом деле, если говорить по существу, конечно, к защите демократии это не имело ровным счетом никакого отношения. На самом деле, это была перекличка лидеров более чем 120 стран, которых Байден, скажем так, взял с собой в разведку на войне с условными авторитарными режимами. Ну, список этих режимов, как и задумано, возглавили Россия и Китай, но ими, конечно, не ограничилось. Азербайджан тоже не позвали. Видимо, его демократия никак не вписывается в американские стандарты. И вообще, если оставить в стороне Прибалтику, то четверка избранных, то есть приглашенных бывших советских республик, выглядит так. Украина, Грузия, Молдавия, Армения. Белоруссии, Казахстан, государствам Центральной Азии места не нашлось. А демократический фейс-контроль, как и Москва с Баку, они не прошли. И вот в итоге Никол Пашинян получил возможность выступить с посланием, которое должен был услышать весь мир и сказать то, что он считает для себя, для своей страны в этот момент самым главным. Ну, обращение это, записанное на английском языке, длится чуть более трех минут и позволяет сделать выводы о том, вот как позиционирует себя Армения, так сказать, вот в этом демократическом мире, как она видит ситуацию в регионе и, конечно, отношение с Баку. И вот с моей точки зрения, это обращение можно условно разбить на такие две смысловые части. В первой части Никол Пашинян рассказывает президенту Байдену и мировым лидерам о достижениях демократического строительства в Армении, которые, по его словам, получили самую высокую оценку самого Freedom House, ну и, конечно, западных НКО. Во второй же части, он благодарит США, которые, по его словам, приходят на помощь Армении в критических ситуациях, останавливая азербайджанскую агрессию. И в связи с этим Пашинян призывает Америку и демократические страны, как он высказался, многое сделать для предотвращения геноцида изверств того, что происходит с армянами в Нагорном Карабахе. По его словам, вот параллельно с укреплением вот этих демократических институтов в Армении в сентябре прошлого года Азербайджан оккупировал часть ее территории. И в связи с этим, призывая демократический Запад защитить Армению от Азербайджана, армянский лидер вообще не упоминает Россию, не упоминает миротворцев. Их роль в Карабахе. Ни одного слова об этом нет. И надо сказать, что появление и выступление Пашиняна на саммите за демократию, конечно, стало одновременно вызовом и Баку, и Москве. И вообще, если так подумать, то большой еще вопрос, кому это стало большим вызовом. Кто-то, конечно, скажет, что все же это прежде всего стало вызовом Баку, учитывая, что Пашинян фактически позвал весь демократический, ну в кавычках, демократический мир в поход против Азербайджана. Но также, также можно сделать вывод о том, что это прежде всего был выпад или демарш в адрес России, которая сразу осудила вот эту идею Вашингтонского форума, как попытку сколотить такую глобальную коалицию против Москвы. И вообще обращать на себя внимание, что саммит за демократию стал местом, куда были приглашены страны, которые либо уже вовлечены в гибридную войну против России под руководством США, но это коллективный запад, либо страны, которые пока не играют в это. Но, тем не менее, США в них видят определенную перспективу. И США рассчитывают немытьем, так катанием перетянуть их на свою сторону. Между тем, если так вот мы вспомним ситуацию, то прокрутим, скажем так, вот время назад, то мы увидим, что за год с небольшим, вот прошедший после предыдущего саммита декабря 2021 года, Армения ведь сделала немало для того, чтобы не только осложнить отношения с Москвой и Баку, но и для того, чтобы приумножить кредит доверия Джо Байдена. Смотрите, она пригласила к себе Нэнси Пелоси, она разместила на своей территории так называемую мониторинговую гражданскую миссию ЕС, которую в Москве и Баку, конечно, считают военно-полицейской, никакой не гражданской. И, наконец, Армения шагнула навстречу Международному уголовному суду, в котором объявили о выдаче ордера на арест Путина. Да, вот такое произошло. И история про решение Конституционного суда Армении, признать вот эти закрепленные римским статутом МУС обязательства, признать, что они соответствуют Конституции страны, вот это все стало второй новостью недели, очень громкой новостью, скажем так, получившей оглушительное эхо. И эффект усилился в связи с тем, что свое решение Конституционный суд Армении принял всего через два дня, через два дня после того, как Международный уголовный суд выдал вот этот свой ордер на арест Владимира Путина. И, конечно, это выглядело как откровенный, как нескрываемый демарш. По-иному это просто не могло восприниматься. И вообще, кто бы мог подумать, что все так обернется? Во-первых, Армения – давний союзник России. Во-вторых, именно Владимир Путин – это лидер той страны, которая в ноябре 2020 года спасла Армению от полного разгрома во второй Карабахской войне. А затем разместила в зоне конфликта своих миротворцев, присутствие которых сегодня стало единственной гарантией того, что на Южном Кавказе не разгорится новый конфликт. И в-третьих, в-третьих, Армения – член ОДКБ, член, который присматривается к членству в ШОС. И неудивительно, что, учитывая вот это все, на лентах российских информационных агентств со ссылкой на источник в МИД России прошло сообщение, в котором говорится о том, что Москва считает абсолютно неприемлемыми планы официального Еревана по присоединению к римскому статуту МУС и предупреждает о крайне негативных последствиях для двусторонних отношений. Однако, обращает на себя внимание, что армянское руководство на вот этот скандал по горячим следам не отреагировало. Более того, масла в огонь подлили во фракции правящей партии гражданский договор, где заговорили о том, что в случае ратификации римского статута Владимиру Путину лучше не приезжать в Армению. И обращу внимание, что никто в высших эшелонах власти не одернул вот эти вот разговоры в правящей партии, хотя наверняка можно было это сделать, нужно было это сделать, учитывая то, как накалилась ситуация. Потому что получается, что молчание – знак согласия. Или, может быть, это такая многозначительная пауза. Но, если это пауза, то зачем вообще такие паузы? Зачем вот эти игры с огнем? Зачем? И вот, когда ситуация накалилась, со своим заявлением был вынужден выступить Союз Армян России, который отмалчиваться не стал. Смысл его заявления можно сформулировать так. Остановитесь, одумайтесь, прекратите работать против интересов своей страны и прекратите разрушать связи с Россией. Отзовите вот это скандальное решение. Однако, пока этого не произошло, и вот эта гнетущая пауза вызывает все большую напряженность. И в этой ситуации самое время вспомнить старую мудрость – не плюй в колодец. Ну и, конечно, не играй с огнем. Это был Сергей Строгань, политический обозреватель с комментарием на портале Москва Баку. До новых встреч, друзья!